Эти участки в Хролях когда-то выдавали сотрудникам местной птицефабрики «Заря». Теперь люди боятся лишиться на делов, которые обрабатывали много лет. В феврале у их садового товарищества появился ещё один председатель. Сергея Дробыну якобы избрали на собрании садоводов. Мол, на то была веская причина. Необходимость в беспредельных действиях председателя. Лишение дач, участков. Ныне действующий председатель Анна Михайлова, она руководит товариществом уже 4 года, говорит, Дробына на неё наговаривает, а документы о его избрании сфальсифицированы. У меня просто есть диск, где заснялся весь это собрание и где за представителя, который сейчас себя представлял, проголосовало 47 человек. На диске 47 человек. Когда они нам подали документы, выписку из протокола, значит 382 человека проголосовало за Дробыну. Когда мы посмотрели списки, я смотрела списки, а то людей уже знаю за 4 года, я вижу, что люди, которые переоформили дачи, даже люди, которые умерли, всё равно присутствовали на собрании. Михайлова обратилась в суд. Служители Фемиды запретили сменять председателя, пока не разберутся, кто прав. Но глава товарищества переживает, что за псевдо-председателем стоят некие чиновники и бизнесмены, которые пытаются обанкротить товарищество, а гектары забрать себе. Ведь Сергей Дробына агитирует садоводов не платить членские взносы. Мол, глава товарищества непонятно куда деньги тратит. Юристы говорят, это первый шаг к рейдерскому захвату 74 гектаров земли под Харьковом. Накапливается сумма задолженности по неуплате налогов. Естественно, что может сделать налоговая, она может инициировать банкрот содажного предприятия. Скорее всего, это та главная цель, которой добиваются заинтересованные в этом люди. Информация о скандальных гектарах в Хролях уже дошла до областного совета. Мы не поддерживаем ничью сторону. Мы за законное разрешение сожжившись в ситуации. Мы дали юридическую поддержку, чтобы сами члены садового товарищества решили для себя, нужен им этот председатель или нет. Юристы уже обратились в областную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и прекратить возможное рейдерство. Теперь еще собираются написать заявление в милицию о подделке документов о переизбрании председателя. Виктория Лукашева, Павел Кубраков, Евгений Педин, Медиагруппа «Объектив».